Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты недооцениваешь всех и пренебрегаешь всем, но сам ты в подметки не годишься даже прислуги в этом доме Что ты такое говоришь, господин Латив? Чего ты разошелся на ночь глядя? Я говорю тебе в лицо то, что все думают о тебе Ты вырос избалованным И никчемным ребенком Все в этом доме старались угодить тебе, стоило тебе заплакать или захныкать Я не смог этому противостоять Чем больше ты кричал и капризничал, тем больше был уверен в своей правоте Но ты так и не уяснил, что значит быть правым и неправым Что такое? Хочешь поплакаться мне в жилетку, как в далеком детстве? Ферит Ты уже давно не ребенок Но и человеком ты не стал Вот что ты заслужил из того, что имеешь в своей жизни, Ферит? Как ты трудился? Как ты боролся, чтобы оно было твоим? Ты столько упреков выслушал от своего деда И что из того? Я не хотел такой жизни Почему я сейчас в таком положении? Ты подумал об этом? И что мне теперь делать? Что мне делать? Я такой, какой я есть Принимайте меня таким, какой я есть Таков уж я Нет Ты не такой Мы с господином прекрасно знаем, какой ты есть Слава Аллаху Если бы я был иного мнения, то не пришел бы И не распинался бы перед тобой Постарайся, потрудись Возьми себя в руки Хочешь противостоять деду? Тогда сделай это через свои успехи Хочешь быть услышанным? Подай ему надежду Даже во мне нет никакой надежды Нет никакой надежды Понимаешь? Я абсолютно никчемный человек Я разочаровал всех вас И буду продолжать разочаровывать вас Такой я Таков уж я Каждый божий день я буду делать ошибку на ошибки Даже при всем желании У меня нет сил воплотить в жизнь что-то благое Ты желаешь услышать от меня признание, а? Я абсолютно никчемный человек У меня в этой жизни ничего Не получается Ничего А ну замолчи Иди и борись Что это? Это что? Чьи это наброски, Феррит? Кто вдохновил безрукого мастера на такие наброски? Ты ненавидишь только лишь себя Только себе вредишь Начни с чего-нибудь, наконец А дальше все пойдет как надо, поверь мне Ах ты негодник Ах ты глупец Ты же очень талантлив Да еще как, неужели сам не видишь? Но прежде всего ты должен любить и уважать себя Чтобы другие любили и уважали Это же мусор Ненужные наброски Мусор в твоей голове Нельзя судить о человеке по его внешности, Феррит Кто-то лучше, кто-то хуже Могу поспорить Что и ты совсем не такой, за кого себя выдаешь Послушай, я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь А талант – это как проклятие для человека Либо ты отдашься ему Либо исчезнешь вместе с ним Выбор за тобой Субтитры подогнал «Симон» 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 Дедушка Внучок Дедушка «Симон» Дедушка 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 Что ты снова натворил? Идешь в полицейский участок для дачи показаний. Что случилось? Иду изучать рынок. Не нужно так острить, Ферид. Пусть Всевышний сначала одобрит наше намерение, и мы убедимся, что наши усилия не напрасны. Орхан, как там наши другие дела, которые я поручил тебе? Все налаживается, как мы и договаривались. Отец, к вечеру все решится, не переживай. Прекрасно. Какие другие дела? Я чего-то не знаю. Мы немного повздорились с твоей мамой, но все будет хорошо. Ты не переживай. Дай Аллах. Абеддин, господин. Слушаю, госпожа Суна. Куда поехал Ферид? Чего он так приоделся? Я не знаю. Не знаете? Не знаю. Как это? Даже если бы и знал, то не имел бы права рассказывать распорядок дня своего шефа. Серьезно? Ну да. Ладно. В таком случае попрошу помыть машину. В прошлый раз в салоне было грязно. Пару дней назад ее помыли. Может быть. Но сделали это очень плохо. Я же ваша начальница. Хотела напомнить. Это приказ, так что выполняйте. Хорошо, госпожа. Конечно. Смотри, куда идешь. Смотри. По-моему, тебе стоит быть повнимательней. Я в положении. Если бы ты не была в положении, то я бы как следует проучила тебя. Ладно. Да что ты можешь делать? Кто ты такая? Вы только посмотрите. Вы только послушайте. Все возвращается на круги своя. Ты это забыла? Я законная невестка этого дома. А ты-то кто, интересно? А? Да. Невестка Корханов. Цуна. Сонмес. Тебе так и не удалось стать Корхан, да? Потому что ты, как и они, просто приживалка в этом доме. Кая, как сказал Ферит, внук от дочери. Моли Бога, чтобы они и тебя увезли вместе с Кая, когда уедут в Лондон. Сейчас твои хорошие деньки. Он высказал мне все. Может быть, это и к лучшему, не знаю. Что мне сказать, дочка? Вы только и умеете делать друг другу больно. А что тогда скажете насчет тех фотографий? Это тоже, чтобы сделать больно? Нет, конечно. Но мы же не знаем, что он чувствовал в тот момент. Почему он так поступил? Перестаньте, ради Бога. Но, может быть, просто в тот момент, насколько я знаю Ферита, он поступил так из-за будущего ребенка? Может быть, это просто минутная слабость? Если бы он любил Пелин, то зачем бы он бегал за тобой? Эта проблема уже исчерпана. Я тоже так думала. Но эта девушка снова между нами. Она снова появилась и больше не уйдет из жизни Ферита. Они оба не уйдут. Да, она и никогда ей не уходила. Никогда. Да, это трудная ситуация, признаю. Но послушай. Я с уверенностью могу сказать, что несчастный мужчина не станет ни хорошим отцом, ни хорошим мужем. Я полностью убедилась в этом. Если Ферит будет несчастным без тебя, то всегда будет винить в этом эту девушку с ребенком. Да, да. Да, это так и есть. Да. Послушай. Отношения начинаются и заканчиваются. Не все отношения начинаются с любви. Ваш брак тоже был вынужденным, по нашей вине. Но вы все-таки полюбили друг друга. Влюбились. Это же серьезные, очень ценные чувства. И любя друг друга, будучи супругами, испытывая страсть, вы хотите расстаться? Мы не смогли стать счастливыми под одной крышей. Всему виной этот особняк. Если бы вы жили отдельно, то были бы очень счастливы. Очень счастливы. Хлеб только что из печки. Идемте, пока не остыл. Видишь, Бог свел тебя с очень хорошими людьми. Какая же ты везучая. Поторопись, Сейран. Скоро придет твой первый ученик. Что? Подождите, подождите. Не поняла. Я сегодня впервые начинаю преподавать французский. Поздравляю. Молодец. Я горжусь тобой. Спасибо большое. Ты просто молодец. Я сяду здесь. Сначала принесу чай. Может, мне помочь? Нет, вы сидите, девочки. Сидите. Сейран, будешь брензу? Давай. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что скажешь, дедушка? Их положительные отзывы превзошли мои ожидания. Молодец. Да, но каково твое мнение? Оно для меня важнее всего. Ах, если бы ты всегда считался с моим мнением, Ферит. Только не раскисай. Я, конечно же, всегда жду от тебя только хорошей и качественной работы. Ты мой внук. Плоть от плоти моей. Ты и сам не будешь довольствоваться малым. У тебя рука умельца, а в глазах я вижу искру. Ты сделаешь многое. Стоит тебе только постараться. Но ты должен приложить неимоверные усилия, Ферит. Будь ты простым дизайнером. Они бы сгодились. Но в них нет той магии, которая была в твоем первом кольце. Я так думаю. А ты? Субтитры сделал DimaTorzok Ты прав, дедушка. Мое волнение оказалось напрасным. Ничего подобного. Послушай, если Ферит Корхан выпустит свою линию, она должна быть неподражаемой. Ни твой отец, ни твой покойный брат не достигли этого. Ты даже сейчас во сто крат превосходишь их. Будь всегда таким. И самое главное, никогда не сдавайся, Ферит. Вот тогда я всегда буду поддерживать тебя. Большое спасибо, дедушка. Будь уверен, я никогда не сдамся. Я все понял. Честно говоря, я хорошо понимаю, чего здесь не хватает. Постараюсь все исправить. Прошу прощения, дедушка. Что-то случилось, Аби? Ферит, Долга позвонил. Они увидели, как госпожа Гюльгюн выглядывала из окна, где живет Сейран. Да что ты говоришь? Как мама нашла местоположение Сейран? Когда она пошла к ней? Она пошла с ней поговорить? Они этого не знают. Они заметили ее после того, как развезли ребят по домам после вечеринки. Значит, она поехала ночью. С какой встать? Разве мама не ночевала дома? Зачем она поехала к Сейран? Я этого не знаю, Ферит. Но, насколько я понял, ее уход очень даже не хороший знак. Большое вам спасибо. Спасибо за ваш труд. Ну что вы, не за что. Мы с Пнар прекрасно провели время. Выучили много нового. Да. Не забудь выполнить домашнее задание, хорошо? Договорились? Договорились. Пока. Пока. Большое спасибо вам. Желаю вам успехов. Если вы не против, то мы хотели бы длительное время заниматься у вас. Да, конечно. Мы еще поговорим. До скорой встречи. До свидания. До свидания. Большое спасибо, учитель. До свидания. Увидимся. Я заработала свои первые деньги. Ура! Могу поверить. Они назвали меня учителем. И Пнар, и госпожа не себе. Я никогда не была так уверена в себе. Никогда. Кажется, что-то забыли. Постой, я открою. Ферит? Моя мама здесь? Почему ты не отстанешь от нас никак? Я пришел, потому что моя мама здесь. С тобой я поговорю потом. Как ты можешь скрывать от меня такое? Ферит? Как ты меня нашел? А что? Мамочка. Мама, прости меня, пожалуйста. Прости. Я ничего не знал, мама. Я честно ничего не знал. Иначе не позволил бы тебе уйти. Ну все, все, все. Не заставляй меня плакать здесь. Мама. Мама, почему ты ушла, не сказав мне ни слова, не поставив меня в известность? Сынок, о чем мне тебя ставить в известность? О том, что твой отец снял дом для Диджле? Есть факты похуже. О чем мне рассказать? Мама, я спрошу с него за все эти обиды, слышишь? Он же без всякой совести солгал мне утром. Сказал, что вы немного повздорили, но вскоре все наладится. Да кто он такой, мама? Кто он такой? Скажи мне. Пожалуйста. Тихо. Успокойся, не кричи. Мы здесь в гостях, сынок. Нельзя говорить о таких вещах. Успокойся. Тише. Все, тише. Только не чувствуй себя виноватой. И не переживай. Будет потом, что рассказать своим внукам. О, господин Киазым, позвольте поцеловать вам руку. Где вы ходите? Мы приехали только недавно. Немного задержались, пока искали отель и машины. Только что приехали. Господин Акеш передал привет. Он готов к вашим услугам. Что прикажете делать одного слова вашего достаточно? Спасибо ему. А где они? Ну, идем. Спасибо. 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 Вы что, издеваетесь надо мной? Вас так мало! Ну, что вы, господин! Прекрасно! Замечательно! Молодцы! Спасибо, господин! Я все решила, сынок. Я? Я хочу развестись. Делай, что хочешь, мамочка. Делай, что хочешь. Я до последнего поддержу тебя. Ни о чем не переживай, ладно? Но ты в самом начале должна была сразу же мне позвонить, мамочка. Ты сначала разберись с собой. А что, неправда? Слушай. Подожди. А с чего это ты так нарядился? Даже галстук надел? Что происходит, а? Я начал работать. Да ну! Сегодня? Да. Вот молодец. Хорошо, что я не сказала тебе. Не то ты взбесился бы и что-нибудь сделал бы своему отцу или кому-нибудь другому. Я этого так не оставлю. Ты не переживай. Не смей. Не смей вмешиваться. Это моя проблема. Ты понял? Дети не должны встревать между родителями. Обещай. Когда он сдерживал обещание? Когда я давал обещание и не сдерживал его, мамочка. Ну да ладно. Ладно, молчу. Обещай мне. Ладно, ладно, обещаю. Вот и хорошо. Ну а теперь ступай. Мы в гостях у Сейран. Как-то неудобно. Нет, мы с Сейран теперь лучшие подруги. Кстати, еще раз прошу прощения за мои выходки в прошлый раз. Значит, понял свою ошибку. Нет, нет. Не смотри на то, что он сейчас такой миленький. Не верь его словам. Он совсем другой. Ладно, мамочка. Идем. Снимем тебе номер в отеле. Где твои вещи? Вы можете оставаться здесь. Никаких проблем. Мы же хотели отпраздновать, мама Гильгюн. Я не отпущу тебя. Что будете праздновать? Сейран сегодня заработала свои первые деньги. Она преподает частные уроки. Поздравляю. Мамочка, ты уверена? Ты хочешь остаться здесь? Мне здесь очень хорошо. Это место напомнило мне мое прошлое. Кем я была? И чем я пожертвовала ради того, чтобы стать другой? Хочу еще одну ночь побыть с девочками. Хорошо. Возьми это. Пусть она будет у тебя пригодиться. Возьми, говорю. Давай, возьми, мама. Ах ты, мой лев. Не нужно напрягать девочек. Родной мой, любимый. Ну все, все. Давай, давай. Тебе нужно идти. Пусть Сейран проводит тебя. Идите. Никому ничего не говори. Не говори, где я, ладно? Ладно. Сейран. Мама Гильгюн. Ступай, поговорите пару минут. Иди. Не обижай меня. Есть еще что-нибудь, о чем я должен знать? Не поняла. Насчет мамы? Нет, вы и так обо всем поговорили. Других разговоров не было? Она была шокирована, Ферит. И только-только приходит в себя. Большое спасибо. На моем месте ты бы сделал то же самое. Сделал бы. И даже больше. Я бы сразу же сообщил тебе. Ферит. Человеку иногда необходимо побыть одному. Необходимо подумать. Если бы я сообщила, ты бы оставил бы ее наедине? Конечно, не оставил бы. Вот и я об этом. Она бы... Она бы переживала за тебя в таком состоянии. Она бы боялась за твою реакцию. И зачем ей это? Ведь твоя охрана и так околачивается здесь целыми сутками. Я была уверена, что они и так сообщат тебе. Слишком поздно сообщили. Ферит. Убери свою охрану. Так нельзя. Слышишь? Я не уберу их, пока моя мама здесь. К тому же, они никому не мешают. Тогда уберешь после того, как твоя мама уйдет. Обещаешь? А ты разве веришь моим обещаниям? Я и вправду не понимаю тебя. Ты вчера столько всего наговорил мне. Так почему твои люди до сих пор следят за мной? Почему ты не оставишь меня в покое? Я чувствую себя ответственным за тебя. Стараюсь не походить на своего отца. А по-моему, ты уже превзошел своего отца своими детскими выходками. Но теперь ты можешь быть спокоен. И с ребятами ты познакомился, и убедился в их порядочности. Могло бы быть и наоборот. Ферит, это моя проблема. Понятно? Это касается только меня. Я могу сама все решить, лишь бы ты ушел из моей жизни. Оставь меня в покое. Слышишь? А какая разница? Разве я не чужой для тебя? Что с того, если ты будешь меня видеть? Ферит, ты начинаешь пугать меня. Честно. Ты сейчас самый опасный для меня человек, который может нанести мне умышленный или неумышленный вред. Да ну. Надо же. И какой же я еще? Ферит, что ты делаешь? Отпусти. Если бы я был прежним феритом, то я утонул бы в твоих глазах. Ферит, что ты делаешь? Ферит, что ты делаешь? Почувствовал бы тепло Твоего тела. Бодил бы пальцами по лицу, по губам. Ферит, отпусти. Не надо. Когда я целую тебя, меня переполняют неземные чувства. Отныне ты можешь не бояться меня, потому что я, как и ты, больше ничего не испытываю к тебе. Ты тоже для меня абсолютно чужая. Абсолютно чужая. Ну и хорошо. Наконец-то мы поняли друг друга. Ладно? Тогда подай заявление на развод. Вашей семейке ничего не стоит ускорить процесс, не так ли? Даже не переживай. Считай, что все уже сделано. Мы все уладим. Вот и прекрасно. Я уберу своих ребят, как только мама уйдет отсюда. Позаботься о себе. Ты тоже. А, кстати. Звони, если будешь нуждаться в чем-то. Звони. Хорошо? ВЫСТРЕЛ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Но вы даже не стали слушать. А сегодня мы подготовились, чтобы вы поняли всю серьезность наших намерений. Мы приехали к вам свататься, если позволите. Отец! Берит, что случилось? Да как ты смеешь так поступать? Как ты посмел приказать выкинуть мою маму из машины посреди ночи? К тому же еще и на обочину дороги. Хорошо, мы поняли, что в тебе нет любви, а уважения, а чести и достоинства тоже нет. Берит! Что происходит? Все кончено. Ты разведешься с моей матерью. Ты слышишь меня? Ты оставишь ее в покое. Ты обеспечишь моей матери достойную жизнь, отец. Ты понял? А ты сможешь обеспечить Сейра? Ты хочешь, чтобы твоя жена вернулась домой. И я хочу того же. Нет! Я сделаю все! Нет, отец, нет! Ты разведешься с моей мамой. А я разведусь с Сейра. 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 Добрый вечер. Я пришла к госпоже Пили. Господин Халис! Господин Халис! Ваш внук украл мою дочь! Ты кто такая? Что ты наделал, господин? Я подам на них в суд. Отныне ни я тебя, ни ты меня не видела. Нет, мы не думаем возвращаться. Очень вкусно получилось. Идемте, пока все не остыло. Это я заказывала десерт. Пойду принесу карточку. Пойду открою. Отец. Заберите ее. Отец. Нет, что вы делаете?